Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! Это Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы встречаемся по обычному для этого времени поводу. Мы смотрим, что происходит на финансовых рынках и радуемся. Но сегодня-то, как минимум, мы должны порадоваться. Со мной в студии это будут делать Гильды Союнов, аналитик про Бизнес Банка. Добрый вечер, Гильды. Добрый вечер. И Богдан Зварич, начальник аналитического отдела, нет трейдер. Добрый вечер, Богдан. Добрый вечер. Ну, сразу скажите, вы рады? Ну, помимо того, что вы радуетесь, потому что вы в студии «Сухого остатка», это я принимаю. А вот то, что происходит сегодня на рынке, Богдан? Да я бы сказал, что радоваться-то особо нечем, потому что ничего фактически не изменилось. Вот смотрите, мы 10 сессий, две предыдущие недели, да, 10 торговых сессий, да, провели в боковике фактически в 30 пунктах. Я тебе так хочу сказать, ты все испортил. Ты все испортил, я хотел начать оптимистично. Да, извини, пожалуйста, я напомню нашим слушателям, уважаемые слушатели. Телефон в студию, в котором вы можете звонить и задавать вопросы, а то и поделиться своей радостью, если вот Богдан, например, не настроен сегодня. 651099,6 телефон в студию и финам.фм, это сайт компании, на который вы также можете свой вопрос адресовать. Ну что ж, извини, я тебя перебил. Продолжай, пожалуйста. То есть радоваться-то нечему, да? Ну да, радоваться, на самом деле, могут только краткосрочные спекулянты, потому что, в принципе, вот последних 10, уже 12 сессий, да, рынок был отдан им, потому что инвесторам особо радоваться нечему. Мы так и не вышли фактически из вот этого диапазона узкого достаточно. Ну фактически, считайте, что 2-2 процента, да? Вот этот 2-процентный диапазон мы проходили в течение, там, в течение 10 торговых сессий. Вчера фактически тех, кто держал длинные и действительно инвестиционные позиции, я думаю, что часть народа просто вышибла по стопам, учитывая то, что мы прошли, как бы, нижнюю границу этого диапазона. Ну и сегодня мы отскочили, вернулись вновь в этот диапазон, а что будет дальше, я думаю, что от ФРС. Вынесло всех, кто стоял в шортах, да? Да, сегодня вынесло те, кто был в шортах, соответственно, хотя на самом деле я думаю, что там стопы все-таки стоят выше 1460, и вынести может на самом деле завтра, все зависит от того, что сегодня, какие интонации будут в публикуемых сегодня заявлений, протоколах заседания комитета по открытым рынкам. Нет, публикуется-то сегодня, а реакция будет завтра. Сегодня в 10 часов вечера, по-моему, публикация. А реакция нашего рынка уже будет завтра, мы будем завтра отыгрывать. Единственное, конечно, вечерняя сессия на ФРС, конечно, она, я думаю, на это успеет отреагировать. И все-таки смотри, слушатели тоже с тобой не согласны, есть Александр, он уже звонит и, видимо, радуется. Давайте послушаем, чему же он рад. Александр, добрый вечер, вы в эфире, задавайте вопрос. Добрый вечер, я хотел бы задать вопрос касательно акции ТГК-9, которые просто какой-то колоссальный рост уже в последнее время. Хотелось бы узнать, по мнению аналитиков, насколько этот рост оправдан и сколько он еще продлится. А вы в позиции нет или просто со стороны смотритесь? Я в позиции, вот, то есть жду и думаю, выходить или оставаться. Понятно. Хорошо, Александр, спасибо. Спасибо. Ну что? Богдан. Ну, во-первых, я быстро выскажу свое мнение, потому что, честно скажу, у меня нет взгляда по ТГК-9 по одной простой причине. Мы в нашей компании, в принципе, не очень рекомендуем людям инвестировать во второе и третье шву. Потому что слишком велики риски ликвидности, слишком велики риски того, что, например, кто-то что-то знает, но никому не говорит. Ну, так оно и происходит. Например, как в том же ТГК-9 до определенного момента, я думаю, что... Когда всем станет известно, почему, действительно точно, тогда уже расти они точно перестанут, что называется. Поэтому риски ликвидности, к сожалению, на нашем рынке во втором-третьем шву не настолько велики. И настолько там ситуация непредсказуема в бумагах, что просто я вот чисто от себя... Александр в позиции, я так понимаю, у него какой-то кэш уже там образовался, что закрываться, выходить. Опять же, нельзя сказать закрываться ему и выходить. Я не знаю, на каких уровнях он покупал. Ну, понятно. Ильдия, расскажешь про ТДК что-нибудь? Ну, я тоже к электроэнергетике российской прохладно отношусь, начиная с прошлого года. Ну, в принципе, я думаю, что это такое небольшое движение. Да, в течение торгового дня мы видим существенное движение. Если посмотреть с начала года, то мы видим нисходящую динамику по этим бумагам. На мой взгляд, кто-то, скорее всего, сформировал длинную позицию на очень долго. Но пока этот сектор будет находиться под госуправлением, все реформы будут отодвинуты на непонятное будущее, я пока не вижу перспективы. Ну, то есть, то, что сейчас происходит, в частности, вот в ТГК-9, это вещь очень спекулятивная. И рекомендация какая, Александру, все-таки, что бы ты ответил? Выходить из бумаги? Ну, опять же, когда человек формировал позицию. Если он формировал это несколько месяцев назад, то выходить с большим убытком я бы не стал. Ну, я надеюсь, что он вплюсь сейчас. Вот, кстати, по поводу мнения Гильды по поводу электроэнергетики, я с ним абсолютно согласен, потому что в последнее время динамика сектора не внушала оптимизма. Боже мой, вчера все в красном цвете, понятен пессимизм был вчерашний. Сегодня-то, смотрите, все прет. Давайте я бегло пробегу, я этого не сделал с самого начала. Итак, наблюдаем мы на 18.08 Москвы. Доу Джонс, СРП 500, ну, практически по полпроцента прибавляют. Наши ребята сегодня отличились. РТС 2.7, сейчас чуть стал отскакивать, да, был в моменте 3%. ММВБ 1.7 в плюсе, 1454 текущий уровень его. Бренд выше 115 долларов за баррель. Золото сегодня вообще, мама не горюй, 1642 сейчас, да, на форте 1642 за унцию. Евро-доллар пробил 24, 1.24.70. Ну, посмотрите, что творится-то, творится-то. Все, основной набор голубых фишек, все зазеленели, как весною просто, в мае месяце. А вы рассказываете, что вот, ну, как понять-то это, Богдан? Да, все просто, на самом деле, не надо смотреть на краткосрочную перспективу. Дело в том, что в средние сроки пока, вот сегодняшняя динамика ничего не говорит. Потому что пока там американцы уверенно не перепишут свои текущие максимумы, я думаю, что они не перепишут их, ну, они вполне возможно перепишут их в ближайшее время, но уйти далеко от них они не смогут, потому что общий настрой сейчас такой, что потенциал роста на текущий момент не так много, как и у западных, тем более у развивающихся рынков, потому что наш рынок вообще является фактически производным от Европы, Европы, Америки цен на нефть, да, вот, соответственно, входить на текущих уровнях никто не будет. Если никто не будет из крупника на текущих уровнях покупать, соответственно, роста не будет. С драйвером могут стать, во-первых, сегодняшние мягкие высказывания в, соответственно, в том, чтобы в опубликованных протоколах заседания и, соответственно, выступления представителей Федрезерва, которые дадут понять, что действительно ФРС готова в любой момент, при любой ситуации, ввести программу количественного смягчения. На мой взгляд, потому что при текущей макроэкономической статистике, которая выходит в Штатах, и при том, что на текущий момент рынки находятся на своих фактически, по-моему, СМП на 4-х годовом максимуме, Ну да, он стучится просто. Да, то никто, конечно, программу количественного смягчения на текущий момент вводить не будет. Ну и тогда это, естественно, всех огорчит. И мы при этом расти, соответственно, не будем. Кстати, Гильды, мы вот говорим сегодня, ладно, это я настаиваю, да, чтобы все так замечательно на рынках. А на чем растем сегодня-то именно? Почему? Если мы рассматриваем российский рынок как некоторую производную динамики на сырьевых рынках, то было несколько заявлений. Первое заявление о том, что Китай практически на треть сократил импорт нефти из Ирана с начала действия санкций, что вызвало, в принципе, поддержку ценам на нефть и ожиданием, что спрос на черное золото, он будет продолжаться, оставаться высоким, несмотря на то, что экономика Китая замедляется. А второй, ну, на мой взгляд, был драйвером, это то, что после высказывания главы ФРБ Атланты о том, что монетарная политика может существенно и довольно-таки сильно повлиять положительно на экономику США, то мы в моменте увидели резкое ослабление доллара, рост золота, рост евро и еще поддержка ценам на нефть. В целом, я думаю, что два основных фактора, которые повлияли на динамику торгов российских. Добавишь, Богдан? Да нет, в принципе, абсолютно соглашусь с Гильды. Плюс, собственно говоря, после вчерашних заявлений, там, финны, по-моему, вчера заявляли, что они готовы выйти из Евросоюза при текущей экономической политике по отношению к оправленным странам. Сегодня, по-моему, Испания неплохо разместилась, если я не ошибаюсь. Вот это тоже стало, в принципе, таким достаточно неплохим фактором для рынка, учитывая текущую ситуацию. И все вот это, конечно, сегодня положительно сыграло. Но, опять же, да, проблемы Европы, на мой взгляд, не закончены. Греция вполне может выйти из... Кстати, извините, пожалуйста, если уж мы о проблемах еврозоны заговорили, на этой неделе, да, премьер-министр Греции встречается с ответственными лицами. Как ты думаешь, чем все закончится? Да, я не думаю, что там будут приняты какие-то серьезные, действительно, решения, которые смогут изменить хоть как-то положение дела, причем ни в плохую, ни в хорошую сторону. Сейчас главный, на самом деле, фактор уже на самом деле даже не Греция. Единственное, самое плохое в Греции, с Грецией, что может случиться для рынков, да, это действительно ее выход. На самом деле, сейчас все уже опасаются того, что Испания пойдет прямым ходом по греческому пути. Недавние, на прошлой неделе, сейчас не помню, к сожалению, кто заявил, один из европейских чиновников заявил, что Испания пока не отказывается от мысли о возможности о запросе внешней помощи. Мы на прошлой неделе на этом так достаточно очень хорошо просили, причем очень быстро прошла реакция на это дело. Потому что, если Испания идет по этому пути, там уже совершенно другие объемы долга, объемы облигаций и так далее и тому подобное. Сегодня, опять же, по-моему, кто-то, по-моему, премьер-министр Германии, хотя здесь опять-то тоже могу ошибаться, заявил, что выход Греции, конечно, повлияет на Европу, но не будет для нее там... Катастрофы. Да, но не будет для нее катастрофы, и Евросоюз это переживет. Да, это будет сложно, да, это будет тяжело, но мы справимся, все будет хорошо и так далее и тому подобное. То есть, с одной стороны, приучают к мысли о том, что Греция может действительно покинуть Евросоюз. С другой стороны, есть Испания, которая находится на грани запроса внешней помощи, об этом официально, в принципе, заявляется, потому что Испания не отказывается, этот вопрос не снят с повестки дня. И, соответственно, конечно, несмотря на то, что в какой-то момент напряженность по Европе спала, сейчас она начинает вновь потихонечку нарастать. Плюс нельзя забывать, что вот в июле у нас... Прошу прощения, в июне, по-моему, был у нас максимум выплат по европейским долгосрочным обязательствам. Это была выплата Германии, Франции, Испании, там очень большой объем был, да. И следующий пик, по-моему, приходит, то ли на октябрь, то ли на ноябрь. То есть осень нам тоже предстоит достаточно весело. Да, будет много сюрпризов. Давайте о них чуть позже, после новостей. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Это Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем разговор о событиях на финансовых площадках. И, соответственно, будем прогнозировать ближайшие и среднесрочные перспективы. В гостях у меня сегодня Гильдз Союнов, аналитик про Бизнес Банка. И Богдан Зварич, начальник аналитического отдела NetTrader. Добрый вечер, коллеги. Еще раз добрый вечер. Уважаемые слушатели, напоминаю, телефон в студию 6510-99,6. Сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, спрашивайте. Пока есть такая возможность. Ну что ж, продолжается рост. Хотя можно сказать, что небольшая коррекция началась. Тем не менее, продолжается рост на основных финансовых площадках. Американцы, наши сырье, валюты. Все сегодня в каком-то непонятном оптимизме. И вот мы об этом, собственно, говорим сейчас. И, судя по всему, Богдан старается, ну, меня как минимум на землю. На землю с небес, на землю спустить. Говорит он о том, что все-таки этот оптимизм достаточно надуманный. И даже краткосрочный, скорее всего. Есть такой термин в трейдинге. Похоже на то, что заносят повыше рояль. Я смотрю, меня где-то обманывают, но не могу понять, где. На самом деле, как бы еще дополнительно несколько факторов, да, таких вот по американскому рынку. Я думаю, Гильда может меня поддержит. Во-первых, там объемы по S&P за последнее время минимальны. Из последних шести случаев, когда объемы находились на подобных уровнях, пять раз американский рынок после этого уходил в коррекцию. Плюс, соответственно, ВИКС сейчас тоже находится на минимальных значениях. Поэтому все сидят очень осторожно, очень аккуратно и очень внимательно смотрят за всем, что происходит. Готовы, что называется, те, кто в лонгах выскочить, а те, кто хотят в шарты, соответственно, заскочить в рынок. Нет, ну, видишь, тонкий рынок и, возможно, действительно, поход за стопами сегодня такой состоялся, активный. Ну, я бы сказал, что он состоялся вчера. Вполне возможно, он состоится еще и завтра по шартам, когда нас вынесет выше, там, 1460. При этом, соответственно, американцы должны сегодня пронести выше, соответственно, выше текущих годовых максимумов. Да, стану уже там в марте месяц. То есть ты ждешь, что обновят они ходить? В марте месяц. Ну, я думаю, что обновят, но я не думаю, что они уйдут далеко. Поводов для этого, на мой взгляд, все-таки на текущий момент нет. Ильды? Ну, да, я хотел бы сказать то, что действительно оптимизм носит краткосрочный характер. Не стоит забывать о том, что, на мой взгляд, самый главный позитивный и фундаментальный фактор, который способствовал бы росту рынка, это начало работы ЕСМ, это фонд европейской стабильности. Но, к сожалению, вопрос до сих пор не решен, непонятно, когда он будет решен. Предполагалось, что в середине сентября будет какая-то определенность. Но после того, как немецкий конституционный суд отправил дело на рассмотрение уже в европейский суд, то неизвестно, когда вообще этот вопрос будет решен. Ну, как раз суд рассматривал в сентябре, в сентябре, да? Да, должен был немецкий рассмотреть. Но этот вопрос был отправлен на более высокую инстанцию. При этом, если говорить о важности этого механизма, именно через него, скорее всего, будет оказываться помощь проблемным странам, в том числе Испании. И, на мой взгляд, вот если бы он заработал, то таких существенных рисков для экономики Испании рынок бы не так переоценил, потому что уже был бы работающий механизм. Извини, пожалуйста, я перебью. У нас есть вопрос на связи со студией Михаил. Михаил, добрый вечер, спрашивайте. Да, вечер добрый. Михаил, это я, город Москва. Вот вопрос такой, буду лаконичен. Значит, в сентябре обычно возвращаются с каникул, да, управляющие и так далее. Объемы начинают расти. Значит, есть две стороны. Это то, что, значит, арабский конфликт, он все-таки развивается в сторону увеличения, да, то есть он не затухает, там на Ливану перекидывается, я так понимаю. Вот, но в то же время есть предвыборная компания в Америке, да, противовес. Вот и такое мнение. То есть как бы видели ситуацию наши эксперты в студии, если бы они вот завтра прилетели, допустим, с каких-то отпусков длительных и глянули бы на рынок, открыли монитор. Что бы они делали? Такой вопрос. Спасибо, Михаил, спасибо. Ну что, давайте представим. Кстати, в отпуске были, кстати? Я неделю назад вернулся, две недели не видел рынок. Гильдия, ты? Нет, не был. Ну давай, Богдан, тебе тогда карты. Да, что, собственно говоря, когда я вернулся, увидел августовский рост, да, и после этого уже неделю работаю на рынке, который никуда фактически не движется. Что же касается... Ну давай, два фактора, да, Михаил вот обозначил. Проблемы Ближнего Востока и предвыборной компанией в штат. Я думаю, что эти два фактора, во-первых, связаны по одной простой причине. Я думаю, что на Ближний Восток США не полезет до выборов. По одной простой причине, потому что Обама в свое время приходил на свой первый срок, обещая вывести войска из Ирака и Афганистана. Сейчас, перед следующими выборами начинать развязывать войнушку, да, на Ближнем Востоке, как бы не хотелось некоторым американцам, я думаю, что Обама не будет, потому что это, соответственно, повредит его предвыборному рейтингу. Плюс будет вопрос, простите, у нас здесь внутренних проблем выше крыши, да, а вы занимаетесь там Ближним Востоком, сейчас всем не до этого. И так денег ни на что, что называется, не хватает. Поэтому я думаю, что... А без США, да, никто... Я думаю, что НАТО туда тоже без США не полезет. Соответственно, все это будет тянуться очень долго. И, собственно говоря, пример тому, что сейчас происходит в Сирии, конфликт, вот этот, да, почему туда до сих пор никто не залез. Я думаю, никто не залез туда до сих пор именно по этому поводу. Как мы помним, да, в Ливию залезли очень быстро, как называется, как только захотели. Помехи не было, да? Да, а сейчас есть такой достаточно серьезный фактор, как предвыборная гонка в США, поэтому до выборов никто туда не полезет. После выборов мы можем увидеть эскалацию конфликтов на Ближнем Востоке и... И включая Иран. Да, да, да. Я думаю, что вот тогда существует вероятность, что туда полезут и Штаты, и НАТО, то есть все вот эти вот когорты. Соответственно, военной премии в ценах на нефть мы, соответственно, еще какое-то время не увидим. Вот. А потом, возможно, да, мы увидим какой-то серьезный скачок в ценах на нефть, если там действительно все завяжется очень серьезно и не удастся разрулить эти конфликты какими-то политическими методами до того момента. Я понял. Спасибо за ответ. Давайте еще один вопрос. У нас на связи Михаил. Ну, видимо, Михаил 2. Да-да, алло. Добрый вечер. Алло. Алло, добрый вечер. Хотел бы мне знать мнение экспертов по поводу, как сказать, так назовем, слухов, но серьезных слухов падения рубля в сентябре. Вот. Как я имею информацию, в общем, значит, у меня есть клиентура, которая достаточно, как бы, владеет большим, как бы, более корректной информацией на рынке финансов. И, в общем, давали мне рекомендацию, что как-нибудь подготовиться к тому, что так называемый девятый вал, который сейчас ждет в России, и падение рубля, что в доллар вырастет больше сорока, и это неизбежно после выхода с отпусков в Госдуму, значит, буквально до середины октября, значит, у нас ждет вот такой опал. С чем вот это все может быть? Имеет ли эти слухи, как бы, почву? Я понял, Михаил. Спасибо. Спасибо за вопрос. Вот. Видите, Михаил, у него есть инсайт, клиентура. Ну, да. Если говорить про какие-то фундаментальные предпосылки, то, да, можно учесть то, что, в принципе, у нас есть некоторый дефицит бюджета, который верстает при ценах на нефть, как мне непонятно изменяет, больше 115 долларов. Это, в принципе, текущие цены на нефть. То есть, и стоит отметить то, что даже при росте цен на нефть наша экономика уже так быстро не растет, как это было еще до кризиса. Соответственно, да, конечно, первое есть предпосылки, плюс еще есть субъективные факторы. К примеру, то майское падение, которое происходило, оно происходило без вмешательства ЦБ. То есть, там каких-либо серьезных интервейций не было. И, на мой взгляд, тем самым рынку дают понять о том, что какой-то определенных приемлемых для России уровней поддержки рубля их нет. Коридор достаточно сильно расширен. И вряд ли, я думаю, что власть пойдет на существенную поддержку рубля в случае ухудшения внешней конъюнктуры. Если говорить об уровнях, смотри, Геннадий, мы вспомнили май, там был, ну, грубо говоря, максимум до 34, да? А наш слушатель называет 40 и выше. Ну, 40 и выше, это, конечно, уже такой диапазон, при котором ЦБ нужно будет расширять коридор. То есть, вмешательство ты все равно не... Нет, ну, конечно, при таком уже будут какие-либо действия, но, на мой взгляд, до 35-36 мы не увидим существенной поддержки курса рубля. То есть, это допустимо, да, тогда? Ну, я думаю, что да, ЦБ не будет вмешиваться даже интервенциями. На более высоких уровнях при подходе к 40, я думаю, что ЦБ начнет сдерживать ослабление рубля по отношению к основным валютам, в частности, по отношению к доллару. Что касается внешних факторов, то я думаю, что такое серьезное ослабление рубля возможно только в случае, если мы увидим действительно повальную продажу высокорисковых активов по всему миру. То есть, если цены на нефть начнут вдруг резко падать, да, по каким-то причинам, например, по серьезному кризису в еврозоне, если вдруг ситуация резко ухудшится с проблемными странами, пойдет виток проблем Испании разгоняться, да. При этом, соответственно, будут атаки там облигации Италии, да. И вот тогда вот в этом случае мы, я думаю, что инвесторы, во-первых, на нефтяном рынке будут ожидать снижения спроса со стороны Европы, да. Бренд потребляет именно в основном Европа, вот, соответственно, бренд начнет падать. В принципе, инструмент, он спекулятивный, да, и, что называется, верстать бюджет относительно такого спекулятивного инструмента, на мой взгляд, достаточно опасно. Вот. И, соответственно, бренд начнет падать, тогда, конечно, рублю будет не очень хорошо. Мы можем увидеть, ну, любые цифры здесь будут все очень серьезно зависеть от того, насколько серьезно будет падение на внешних площадках. Ну, смотри, вот я хотел бы подытожить, то есть, другими словами говоря, да, слухи, которыми поделился с нами наш слушатель, они имеют почву. Они, в принципе, имеют почву, готовиться, на мой взгляд, все-таки нужно, вот, каким-то образом. Вполне возможно, там, ну, всегда держать там, во-первых, я всегда рекомендую, если у вас денег не миллион, миллион, если... Куры не клюют. Если у вас, да, денег куры не клюют, тогда, наверное, вам стоит готовиться, да, там, попытаться, там, попытаться разложить, например, в различные, там, например, валютные, использовать, там, валютные вклады, например, да, либо действительно купить валюту, ну, что, на мой взгляд, опасно, либо, вот, простите, тупо захеджироваться на форце, фьючерсом на долг. Ну, я думаю, подавляющую большинство наших слушателей непонятно, что ты сейчас сказал. Кроме слова «тупо», я боюсь, что все остальное было. Ну, я имею в виду, что на объем денежных средств, которые у вас есть на руках, да, купить, если их перевести... Ну, Богдан, давай мы так, мы сейчас сделаем перерыв, послушаем новость, а потом продолжим рекомендацию. Добрый вечер, уважаемые слушатели Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем разговоры, ну, теперь уже не просто о событиях, а о неких прогнозах на ближайшую перспективу. Ну, как минимум до конца лета, начала осени, ну, и до конца текущего года. Разговор этот сегодня мы ведем в компании с Гильдой Союновым, аналитиком Пробизнес Банка и Богданом Зваричем, начальником аналитического отдела «Неттрейдер». Слушателям, уважаемым, я напомню, телефон 6510996, звоните, задавайте свои вопросы, или их можете опубликовать на сайте финам.ФМ. Ну, что ж, наш предыдущий слушатель поделился слухами, да, слухами земля полнится, как известно, поделился своими опасениями по поводу возможного кризисного сценария осенью этого года, ну, наверное, в мире, хотя интересовала его история с российским рублем, соответственно, как этот сценарий кризисный, да, будет развиваться в России. И вот я хочу попросить Богдана, давай продолжим, я еще раз повторю, значит, во-первых, то, что говорил Михаил, да, уважаемые мои коллеги, согласились с тем, что есть под этими опасениями Польши, это раз. Два, причиной тому, да, как говорит Богдан, скорее всего, может, ну, то есть причина это извне, да? Я думаю, что причина в любом случае придет извне, первая ее проблема, это, соответственно, это проблема европейской экономики. Ухудшение ситуации в проблемных странах, в частности, в Испании, да, может быть, даже в Италии, да, и, соответственно, второй фактор, это на текущий момент ФРС не будет вводить программу количественного насмягчения, соответственно, можно ожидать укрепления, укрепления доллара по отношению к основным валютам, да, это сейчас доллар, я думаю, что и народ, соответственно, инвесторы побегут в доллар, да, в долларовые активы, вполне возможно. Причем это не будут, на мой взгляд, акции, все-таки трежери сейчас до сих пор остаются без резкого актива, какая бы доходность, что называется, у них не было. Вот, соответственно, что касается рубля, я уже сказал, да, что вполне возможно при этой ситуации мы действительно увидим резкое ослабление рубля по отношению к мировым валютам, причем он будет падать даже к евро, несмотря на то, что евро будет падать по отношению к доллару. Вот, но здесь падение, конечно, по отношению к евро будет меньше, чем по отношению к доллару, но при этом возможности, как бы, захеджировать, как говорят на рынке, захеджировать свою риску. Ну, опять ты ругаешься сейчас, объясни по-русски, что это такое. Ну, скажем так, скажем так, сократить, собственно, сократить собственные риски, да, потому что полностью их исключить невозможно. Ну, то есть мы ставим себя сейчас на позицию обычного, да, гражданина Российской Федерации, ну, не так близко стоящего к профессиональному трейдингу, вот у него есть некие сбережения, и он переживает по этому поводу, опять-таки, вот только что мы говорим, что рубль может ослабнуть достаточно серьезно. Дело в том, что если у вас объем средств небольшой, то рыпаться, на мой взгляд, вообще не стоит, вот, ну, потому что дело в том, что можно больше потерять на перекладывании из валюты в валюту, да, потому что спред, ну, разница между ценой покупки и ценой продажи в обменниках, он достаточно большой, да, и здесь, возможно, дополнительные потери, вот. Вот, если объем средств большой, здесь можно рассмотреть, да, единственное, как бы, конечно, как вариант, это вклады валюты, это валютные вклады, да, как возможный вариант, да, может быть, может быть покупка валюты, но, опять же, я говорю, здесь, возможно, потери дополнительные, вот, ну, и плюс я бы порекомендовал, возможно, зафиксироваться, опять же, захеджироваться с помощью, там, того же фьючерса на доллар-рубль, как вариант, да, то есть можно на объем денежных средств. Опять-таки, чтобы этот механизм осуществить, да, ну, это нужно, нужно открыть брокерский счет, да, надо идти открыть брокерский счет, ну, на самом деле, в современном мире уже никуда уже ходить не надо, все делается по интернету, и это и счет открывается, и деньги переводятся, поэтому. Я бы добавил, что у кого нет брокерского счета до сих пор, да, тут непонятно вообще, в каком мире живет. С другими активами, я не, мне очень сложно сказать, на самом деле, на мой взгляд, доллар, я думаю, что единственным будет расти, причем, я думаю, что в этой, в этой ситуации даже золото будет чувствовать себя хуже, несмотря на то, что Сорос сейчас золотом закупился, как-никак. То есть это он сегодня вынес золото? Нет, ну, он не сегодня вынес золото, это он после того, как женился вынес золото. Ну, это нормально. Он еще 8% Манчестер Юнайтед купил. Ага. Ну, то есть он золото купил, это... А потом Манчестер Юнайтед. Да, колечко супруги, а Манчестер Юнайтед в Сибири. Акция МЮ, да, это он сводил. Вот, поэтому можно попробовать на тот объем денежных средств, который присутствует в рублях, да, купить фьючерсы на доллар, вот, и тем самым закрыть немножко свой риск. Но при этом надо быть готовым потерять в случае, если вдруг ситуация станет совершенно замечательной, да, и у вас все пойдет, собственно говоря, вниз, да, вы должны быть готовы к тому, что у вас, соответственно, рубль будет укрепляться, да, и вы на фьючерсе будете терять, терять какие-то деньги, потому что, что называется, да, это как бы это хеджирование, но это не значит, что вы полностью закрываете свои риски, какие-то потери будут, там, есть такое понятие, как временная стоимость, это разница между стоимостью фьючерса на валюту и ценой валюты на валютном рынке, да, соответственно, и вот эта вот разница, как бы фьючерс, конечно, будет, они будут сближаться между собой, это, конечно, временные потери, они существуют. Ну, в любом случае, я думаю, мы здесь не идет речь о спекуляциях каких-то, да. Ну, да, и это не потери в 3, 10, 15 рублей, да. Конечно, конечно. Ильды, как бы ты порекомендовал Михаилу избежать вот этих вот ожидаемых событий? Ну, если рекомендовать, то я думаю, что здесь достаточно стандартно, то есть понять, какие есть текущие расходы, их оставлять в рублях, все остальные накопления брать в доллары. Я поддерживаю Богдана в плане того, что, на мой взгляд, доллар будет лучше чувствовать, чем евро, тот же самый. Если говорить о каких-нибудь программах кредитования, там, ипотечных, просто, то, конечно, в любом случае нужно брать кредиты в рублях. Давай так, в любом случае нужно брать кредиты. Здесь какой знак припинания? Не, ну, если встает на текущий момент вопрос о том, в какой валюте взять долгосрочный кредит длиной более года, то я бы рекомендовал брать в рублях. А если встает вопрос, брать кредит или не брать кредит? Вот сейчас, 21 августа 2019 года. Я считаю, что на текущий момент излишнюю долговую нагрузку на себя вешать при непонятных перспективах нашей отечественной экономики, я бы не сказал. Ну, и мировой, я бы так сказал, когда я сегодня об этом же говорил. Ну, это вообще, на самом деле, для меня это больше отношение вообще к кредитам. Я, скажем так, для себя, да, я в свое время принял решение, что я кредит... В долг я не живу, да? Да, я один... А как же ты справляешься вообще с действительностью? Хочется и этого, и этого, и этого. На самом деле, есть такая замечательная книга, Лесли Уоллер, называется «Банкир». Это времена, по-моему, 50-х годов войны между сберегательными и коммерческими банками в США. Ну, и, собственно говоря, это идет параллельно с художественной линией того, что происходит в книге. И там Палмер, главный герой книги, он говорит, что он там очень хорошо высказывает свое отношение к кредитам. И я в свое время прочитал, к сожалению, я вот цитату не помню, да, но мне очень понравилось, собственно говоря. Он говорит, если ты видишь вещь, которую ты хочешь купить, сначала накопи на нее. Если ты не можешь накопить, значит, ты не сможешь отдавать кредит. А когда ты накопишь, ты, может быть, уже захочешь другую, а не эту. Наверняка. Вот, поэтому, собственно говоря, я для себя принял решение, я стараюсь не брать кредит. Потому что, ну, это дополнительно, это постоянно, что называется, камень на шее. Для меня, вот для меня психологически... Если ты хочешь купить вещи, но у тебя нет на нее денег, значит, не нужна тебе эта вещь. Вот и вся история. Хорошо. Исключение, пожалуй, маржинальное кредитование на рынке. Ну, это уже другая история немножко. Ладно. Итак, продолжим. Давайте поговорим вот о чем. Значит, с точки зрения фундаментальных событий мы с вами определились, краткосрочно, среднесрочно. Ну, до конца года, до начала выборов, до ноябрьских, да, 6 ноября, по-моему, выборы, да, президент США в Америке. Так вот, давайте теперь определимся с тем, а на чем сейчас можно было бы поспекулировать все же. Ведь возможность такая и есть, согласись. Учитывая сегодняшнюю динамику на рынке. О чем можно было бы, да. Да, если говорить о спекуляции. Именно спекуляции мне сейчас интересно. То, ну, на мой взгляд, если мы смотрим действительно фундаментально, что российские рынки будут через некоторое время снижаться, то здесь, скорее всего, можно купить путов, то есть... Давай только тоже по-русски, да, путов. Это мы сейчас говорим о производных инструментах. Совершить такую операцию, при которой мы якобы продаем индекс, и после этого, когда этот инструмент выходит в прибыль, мы эту прибыль себе забираем. Либо это сложная операция, называется производные рынки. Если говорить о обычных акциях, то, на мой взгляд, здесь можно было бы встать в короткую позицию по сырьевым компаниям. Потому что они больше всего испытывают проблем во время конъюнктур, ухудшения конъюнктур. И именно они лучше всего реагируют на ухудшающуюся конъюнктуру. Ну, то есть изначально мы ждем, да, я так понимаю, среднесрочно, краткосрочно, ухудшение этой самой конъюнктуры. Если ты предлагаешь открыть короткую позицию по акциям сырьевых компаний, значит, мы прежде всего ждем снижения цен на сырье и на нефть. Правильно я понимаю? Да. Если говорить о том, что, к примеру, мы не хотим играть на понижение, а хотим купить что-то такое интересное и стабильное, то есть, конечно, на российском рынке локальные игроки. То есть это, в первую очередь, ритейл, который достаточно хорошо себя чувствует. Здесь можно просмотреть интересные идеи того же самого Магнита. Если рассматривать акции зарубежных компаний, то здесь также я, конечно, бы рекомендовал бумаги хорошо диверсифицированных, розничных сетей. Можно посмотреть акции лидеров IT, к примеру, того же самого Apple. А как к Facebook ты относишься? Ну, к Facebook я изначально относился негативно. Ну, то есть еще до размещения? Еще до размещения. А сейчас уж тем более, да? Ну, нет, мое мнение не изменилось. Для меня до сих пор возникает вопрос основной. Я как пользователь Facebook никогда не был источником для дохода компании. Соответственно, у меня возникает вопрос, как вообще компания монетизирует всю свою аудиторию. Понятно. Богдан, поспекулировать. Поспекулировать. Кстати, я прошу прощения. Мы уже поговорили про пару доллар-рубль сейчас. Ну, будет ли это инструмент рынка фьючерс, да, срочного, так называемого. Либо, может быть, это форекс, а может быть, это физическая валюта. Но, тем не менее, вот сегодня рубль укрепляется, что является, да, так сказать, следствием общей тенденции. Сейчас рисковые активы растут, цены на сырье растут. Понятно, рубль укрепляется. Опять он идет в район 31.50 куда-нибудь. Как ты считаешь, это достаточный уровень поддержки? Ну, это достаточный уровень для того, чтобы рубли поменять на доллары, собственно, вот в ожидании тех самых событий, о которых мы говорили. Либо, может, он укрепится еще больше до сентября. Я думаю, что пока вот на текущий момент, вот, собственно говоря, ситуация текущая. В текущий момент, смотря на ситуацию, да, я бы еще немножко поддержал фьючерсы, да, если уже есть шорты по фьючерсу на доллары, я бы их поддержал. Потому что вполне возможно, рубль еще какое-то время будет укрепляться. На фоне вот этого вот, как я говорю, захода наверх, выноса шора, выноса медведей, да, вот. Я думаю, что на этом фоне, соответственно, рынок доллара, вернее, рубль по отношению к основным мировым валютам будет укрепляться, потому что здесь будут, соответственно, и цены на нефть расти, американцы пробьют свои хайи, мы пробьем свои максимумы, да. При этом, соответственно, отношение к российской валюте будет достаточно хорошее. Но это краткосрочно, то есть где-то в район, ну, я не знаю, 31 рубля. 31. Да, максимум, вот основной тренд сейчас восходящий проходит где-то в районе 30-70, если не 30 рублей 70 копеек, если я не ошибаюсь. Вот, что же, что касается инвестирования и спекулирования, да, я бы сначала, во-первых, скажу об инвестиционных позициях, да, рекомендуемые нами портфели сейчас где-то содержат порядка 25% в бумагах, все остальное, к сожалению, вынесло по стопам, но здесь, что называется, к сожалению, не к сожалению, риски, что называется, риски надо контролировать, поэтому позиции были закрыты вчера. Ну, то есть в кэше, да, до 75%? Да, осталось где-то порядка 25% в бумагах, точно сейчас вот по бумажкам. Богдан, не, давай по бумажкам, но после новостей. Хорошо. Еще раз добрый вечер на Финам.ФМ, программа «Сухой остаток». Я Олег Дмитриев, сегодня в гостях Гильды Союнов, аналитик про Бизнес Банка, Богдан Зварич, начальник экономического отдела NetTrader. Рассуждаем о событиях на финансовых площадках, говорим о прогнозах. Остановились на том, что Богдан любезно рассказывает о инвестиционном портфеле собственной компании. Рекомендуемый нам портфель. Собственно говоря, ну а что, что про него рассказывать, собственно говоря, он на сайте в открытую висит. Ничего не скрываем, все в онлайне вывешиваем, собственно говоря. Ну, озвучь хотя бы несколько позиций, может быть, по отраслям, если уж не покупать. На самом деле, там 20, сейчас, на текущий момент, там 25%, если я не ошибаюсь, это «Лукоэл», «Преф» и «Сургут» нефтегаза и еще три каких-то бумаги. Я говорю просто вот так, на вскидку, к сожалению, не вспомню всех. Соответственно, в этих бумагах мы продолжаем рекомендовать удерживать позиции, внимательно следим за стопами. Как только, если вдруг свозят на стопы, обязательно закрывать. Ну смотри, извини, вот «Преф» и «Сургута», это, понятно, вы там дивиденды, наверное, да? Нет, нет, почему? Это инвестиционный портфель на техническом анализе построенный, поэтому о дивах там речи нет. Просто там сейчас достаточно неплохая техническая картина, поэтому мы пока продолжаем держать, собственно говоря, позицию в этих бумагах. Ильды, а как ты насчет «Лукоэлла»? Ну, насчет вообще нефтегазовых компаний я бы... Остерегся. Да, остерегся. Особенно о том, что у «Лукоэлла» есть активы в Европе. Ну, на мой взгляд, даже при растущих ценах на нефть, а «Лукоэлл», в принципе, имеет достаточно большую долю в бизнесе именно нефтепереработки. Она сейчас в европейском регионе улучшена. И я бы пока остерегся инвестировать в акции нефтегазовых компаний. То есть именно об отрасли. Ну, а Богдан, я так понимаю, да, вы нашли там торговую идею на основании теханализа. Да, вот, соответственно. Ну, опять же, да, повторюсь, я же сказал, да, я высказал свой взгляд на рынок. Я думаю, что вполне возможно нас свозит ниже текущих уровней, да, ниже тех минимумов, которые мы видели вчера, да, и потому что ситуация, в принципе, к этому располагает, и ухудшение ситуации в Европе приведет, конечно, к достаточно серьезным распродажам. Вот, пока же на текущий момент, да, мы рекомендуем вот эти позиции удерживать. Опять же, опять же, повторюсь, внимательно смотреть за стопами, в случае достижения стопов спокойно закрывать позиции, не это самое. Да, даже не пережить, потому что риски, что называется, риски свои надо по позиции, по портфелю, ну, конечно, надо контролировать. Вот, что касается спекуляции вниз, да, первая возможность, можно начинать шортить, это, если вот по индексу вам посмотреть, да, из-под уровня 1460 пунктов, вот, внимательно ставить стопы над максимумами, показанными на прошлой неделе. Ну, сейчас 1454. Вот, ну, где-то здесь, может быть, чуть-чуть повыше, но это, в принципе, это краткосрочная идея, которая, шорт от 1460, лонг от 1430 для краткосрочных спекулянтами, она отрабатывалась в предыдущих, я уже сказал, 10 сессий, да. Представляю, сколько вы там, наверное, насобирали шоколаду. Почему? Ну, в принципе, те, кто торгует контртренд, я думаю, что в течение этих 10 дней чувствовали себя очень неплохо. Я предпочитаю, в принципе, торговые системы на базе именно трендового подхода, поэтому здесь как раз заработать не получилось, а вот на стопы, правда, повезло, я был в отпуске, вот, поэтому, соответственно, пока в отпуске не торгуешь. Соответственно, что дальше? В случае, здесь можно смотреть дальше. Краткосрочные спекуляции вверх, пожалуй, стоит начинать при пробое 1460 закреплений. Это опять индекс МВБ, да? Да, индекс МВБ, но при этом очень-очень близко держать стопы и при любом, что называется, при любом шуме на рынке, да, тут же выскакивает. Среднесрочные шарты, опять же, сейчас, соответственно, 1430, пробой 1430 и минимумов вчерашнего дня как подтверждение этого пробоя. Единственная проблема, там уровень, на уровне 1400 сейчас основная поддержка по индексу МВБ, плюс среднесрочный восходящий тренд берет свое начало от минимумов года. И там достаточно серьезная поддержка, вполне возможно, при подходе к ней, соответственно, шарты лучше, наверное, будет часть прибыли зафиксировать и посмотреть, что будет происходить. Вот примерно, на мой взгляд, такой расклад, что касается рынка акций. Я понял, спасибо. Я, извини, уж я перебил, вот, хотелось бы услышать ваше мнение. Один из моих любимейших, ну, инвестиционных инструментов под названием «Золото». Ты сегодня, кстати, спровоцировал этот разговор, да, вспомнив, что господин Сорос, чуть не сказал, вышел замуж, господин Сорос женился, да, накупил, значит, свои новобрачные всяческих подарков, да, включая акции МЮ. Ну, вот смотрите, сейчас, ну, сегодня, по крайней мере, да, золото в восходящей динамике тоже, причем достаточно прилично, больше процента оно прибавляет, 1640 сейчас на споте. Вот, как бы ты посмотрел, да, ну, и гильды, естественно, тоже твой взгляд, как бы посмотрел на этот инструмент, опять, с точки зрения среднесрочной все же, потому что всегда, ну, всегда, не всегда, некоторое время назад меня начинают одолевать сомнения. Если раньше, ну, давайте возьмем время докризисное, да, золото воспринималось однозначно все-таки, да, актив защитный, актив надежный, актив психологический, да, всегда устойчивый, сейчас вот его динамику однозначно определить сложно, да, на что оно реагирует, на рост риска, аппетита к риску, на падение аппетита к риску, или все время оно на что-то реагирует, непонятно. Я думаю, на отношение инвесторов к возможности или невозможности дефляционного сценария в мировой экономике. Ну, то есть на инфляции завязано, да, в основном? Конечно, на мой взгляд, позиция именно такая, и, соответственно, если мы увидим какое-то дефляционное давление, мы видим, в принципе, вот, собственно говоря, сколько ФРС не заливало денег на рынки, инфляции как таковой серьезной в США мы так и не увидели, потому что эти деньги ушли на финансовые рынки, подняли те же цены на золото, в частности, да, подняли рынки акций, да, а вот в экономику и в разгон инфляции они не пошли. Поэтому в случае, если мы увидим третью программу количественного смягчения, я думаю, что золото выстрелит достаточно серьезно, спрос на золото будет достаточно хороший, вот. А если не увидим? В случае отсутствия дополнительных денег на финансовых рынках, вполне возможно, мы увидим коррекционное снижение в золоте, у тебя, особенно учитывая, если будут проблемы, несмотря на то, что это действительно считается активным убежищем, да, я думаю, что оно до сих пор таковым считается и будет считаться еще долго, да, несмотря на это, я думаю, что мы увидим некоторое снижение в ценах на золото, по крайней мере, в первое время, потому что, ну, котировки в основном идут в долларе, а доллар, я думаю, что будет на этом фоне укрепляться, потому что в эту валюту будут бежать, так же, как будут бежать в иену, мы увидим. То есть потянет за собой, да, золото вниз именно вот эта идея, да? Да, да, но это вот как бы мое мнение такое по золоту. Я понял. Гильды? Ну, если говорить вот с точки зрения обычного инвестора, то золото также еще несет некоторые риски в плане того, что если, к примеру, простой человек без открытия торгового счета на товарных рынках захочет приобрести себе золотой актив, а самое простое, что можно сделать, это сделать металлический вклад в банки, то нужно помнить, что этот вклад будет индексирован к ценам на металлы, в зависимости от того, какой базовый металл будет выбран, но нужно помнить то, что данные вклады не страхуются нашим агентством по страхованию вкладов. Поэтому лучше, оптимальнее, конечно, вкладывать в доллары и долларовые депозиты. То есть в этом случае, да, ты золото как актив спекулятивный не рассматриваешь? Нет, как раз я, на мой взгляд, как спекулятивный-то его, наверное, и можно рассматривать, а вот как инвестиционный вряд ли. То есть даже, на мой взгляд, для простого, для частного инвестора его нельзя даже рассматривать как защитный. Это все-таки актив спекулятивный, и он вряд ли защитится. Ну, там есть в золоте, как и в любом, во фьючерсе на золото, как и в любом другом, собственно говоря, финансовом инструменте, да, заложены определенные риски, там, начиная от того же плеча, который у вас есть, да, при его покупке, соответственно, заложены риски снижения и так далее и тому подобное. Так что, как инвестиционный и как защитный актив, я думаю, что золото не будет работать. А вот, кстати, ты сегодня ругался несколько раз, упоминая непонятное слово хеджирование. Вот для хеджа, собственно, золото можно рассматривать? Вот я об этом говорю, на мой взгляд, нельзя. Оно не будет защитным активом. Хорошо. Ну, собственно, не так много времени. Давайте мы подытожим, значит, события и прогнозы более-менее ясны. Значит, на ближайшее время, давайте буквально два слова, Гильды. На ближайшее время, ну, кратко и среднесрочно, на что бы вы посмотрели, чтобы заработать денег? Ну, я бы посмотрел на то, что происходит с политической точки зрения в еврозоне. То есть, на этой неделе, если мы рассматриваем, то это визит в Грецию. Это повлияет на транш Греции в середине сентября, который, в принципе, должен быть одобрен или не одобрен. Соответственно, для рынков это будет некоторый индикатор до конца торговой недели. Если смотреть уже на перспективу месяца, то я бы, конечно, смотрел, как закончится вся история с фондом европейской стабильности и как там продвигаются дела. Если все хорошо и понятны перспективы и сроки, то здесь, конечно, мы бы увидели снижение рисков для рынков и их рост. Если же опять растет неопределенность, то мы будем видеть коррекцию. Вот эта вот история с ЕСМ, она когда, ну, как минимум, если не разрешится, то будет более-менее прозрачно. Это середина сентября, да? Да, я думаю, что середина сентября. И с учетом вот такой конъюнктуры, на мой взгляд, нужно будет все-таки конвертировать свои денежные средства в доллары, покупать неспекулятивные, понятные компании без долговой нагрузки и опасаться инвестиций в сырьевые активы, на мой взгляд. Вот это мнение Гильды Союнова, аналитик про бизнес-банк. Спасибо огромное, Богдан. По Европе я бы еще добавил внимание на Испанию, на ситуацию с испанским долгом, с испанскими облигациями, с уровнями доходностей, соответственно, с возможностью запроса внешней помощи со стороны Испании, потому что это, как уже было сказано сегодня в течение программы, не исключено. Плюс я бы добавил заседание ФРС, которое состоится, по-моему, 12 сентября, если я не ошибаюсь. Сюда тоже особое внимание, оно, в принципе, это связано с сегодняшней публикацией. И это заседание, они, конечно, связаны, все игроки ждут одного и того же, того, что ФРС начнет снова давать деньги финансовым рынкам. Если этого не произойдет, мы увидим, соответственно, как я уже говорил, укрепление доллара, и отсюда может политься несколько таких достаточно неприятных. Ну и инструменты? Ну, по инструментам я уже, в принципе, все сказал, и я сказал, текущий портфель. А дальше надо смотреть будет по ситуации. Спасибо, спасибо. Это мнение Богдана Зварича, начальника аналитического отдела, неттрейдера. Мое мнение, дорогие друзья, все будет хорошо, несмотря на то, что вам показалось что-то другое. Спасибо огромное за внимание, это программа «Сухой остаток», успехов на рынке и счастливо.